В вечерних платьях и смокингах солидные дамы и их кавалеры спешат за этот круглый стол. Здесь их тут же встречают люди в черном и плотно пристегивают ремнями. Никак иначе трапезничать в этом ресторане нельзя, ведь ужин пройдет на высоте 20-этажного дома. Когда за столом не осталось свободных мест, платформа взмывает ввысь. Хоть и скорость небольшая, но страх испытывает, кажется, каждый второй. Помимо 22 гостей на борту работают 6 официантов. Можно и меньше, например, если нескольких из них собравшиеся пожелают заменить музыкантами. Угощают в летающем корабле только авторскими изысками. Сегодня бесплатно, но в будущем сюда с собой придется захватить не одну сотню долларов. Карпаччо из телятины, мраморной, с добавлением каперсов и дижонской горчицы. Впрочем, поднявшись на самую верхнюю точку, некоторым гостям уже явно все равно, что на столе – пельмени или фуагра. Но волноваться не стоит, уверяют создатели летающего ресторана. Платформа и ее каркас сделаны прочно. Крану прикреплены стальными тросами. Кресла по надежности не уступают тем, что используют в американских горках. Но и эмоций ничуть не меньше, чем от аттракционов. Очень интересно, высоко, красиво, впечатляет. Летающий ресторан за несколько лет побывал в 40 странах и вот добрался до Украины. Возможно, следующий станет Россия. Так что не исключено, что совсем скоро можно будет отведать какое-нибудь изысканное блюдо над Красной площадью. Если, конечно, этот полет разрешат. Александр Шишко, Александр Попов, Вести.